Я написала вам сообщение, не думала, что обратиться, но уже от отчаяния. Именно Татьяна сподвигла своего мужа Дмитрия написать на сайт нашей телекомпании просьбу о помощи. Еще в 2012 году Дмитрий выиграл суд, по которому ему, как сироте, положено отдельное жилье. Однако дальше бумаги дело не пошло, в бюджете нет денег. Сколько ни писали Чулатаевы жалоб в прокуратуру и администрацию, все бесполезно. Жилищный вопрос в семье стоит остро. У молодой пары двое сыновей. Работает только Дмитрий водителем. Денег на аренду жилья нет. Вот и живут у родителей жены. Тяжело все вместе. И если мне полагается квартира, посуду, то они должны мне выдать. А ждать еще сколько лет, я не знаю, сколько еще можно ждать. К юристам обращались, и деньги платили, чтобы как-то побыстрее ускорить процесс. Хотелось бы свое угол уже, конечно. И все. А тут никак у нас не получается. Везде отчаянность. Отчаянность. Во что верить уже? Куда обращаться? Не знаем уже. Еще 16 сирот в Шуринском районе, так же как Дмитрий, ждут положенных квадратных метров судебными решениями от 2012 года на руках. Всем им не повезло, так как в 2013 году изменились правила выдачи жилья. И Дмитрий Чулатаев оказался в очереди подвинут. И те, кто выиграл суд позже его, уже имеют собственный угол. А так как денег в бюджете на всех сразу не хватает, то ожидание растянулось на несколько лет. В этом году, обещают в администрации, проблема будет решена. Для сирот в райцентре построят дом из 38 квартир. Муниципальному образованию выделено 20 млн 542 тыс. для приобретения жилья на исполнение решения 2012 года. Решение Шуринского района суда. То есть все лица, все 17 в конце года будут обеспечены живым помещением. Как и другие сироты, Дмитрий получит квартиру по соц. норме, то есть не более 35 квадратных метров. При желании он сможет сразу его приватизировать на свою семью. Обеспечение сирот жильем – одно из больных мест социальной политики государства. Только в Хакасии в очереди стоит 1852 человека. Выделенных в этом году денег хватит на покупку лишь 300 квартир.